Я хотел бы сегодня принести наш опыт о том, что обведение пациентов с новообразованием кожи, в частности, остановиться на часто встречающихся патологии в связи с тем, что все патологии, встречающие на втором месте, когда заметили рак кожи. Ставьте, стучи. А, я, вынимай. Все. Вот. Я буквально просто, несколько секунд, остановиться на этом слайде просвещающего новообразованием кожи. Вариантов совершенно много, и все они, в общем-то, может быть, спорные. Ну, для того, чтобы вместить все на одном слайде, я предлагаю полу ряда. Развести все новообразования, на немооставных и реальные и прочее. Я не буду останавливаться на немооставных новообразованием, а федеральные и более слокачественные. Вот где наши сегодняшние интересы. Это базараки патологи, боскоперезрак, боскоперезрак и активисты гератоза. В классификации базараки патологического рака существует несколько вариантов. Одна из удобных виреневой, это несовершенная классификация. Эта классификация похожа на экспертную эпоху в 1996 году, где выделяются четыре формы базараки патологического рака. Не знаю, насколько это комфортно, но галина. Специальность визуальная наша. И говорить, не видя, наверное, совсем комфортно. На популярной форме базараки патологии выделяют микроусловой, язвенный, пигментный, эстозный, эффективный, и конглобатный, чепроводающий после вследкой формы. И среди поверхностных форм это фигменты, соворудшуюся спириономистра и язвы. Спириономоблодные, тракционно-атографические и язвенные варианты. Представлены на фотографиях. И какая же тактика в диагностике этого заболевания? Диагностика заболевания как можно заниматься как драматология, так и обходы. Возможно, многие драматологии со мной не согласятся, потому что это достаточно новый раздел, но во всяком случае во всех квалификационных требованиях есть в разделе блоков драматологии и вы должны иметь определенные знания. Если это так, то ваши действия вполне законны. Исходя из этого, благая диагностика на образовании может участвовать в базарах и в следующей логической структуре. Визуальный спор, жанр, анамнеза, очень низкие исследования. Одним словом, отдельные исследования, которые дают представление общее состояние пациента. Из неизменных диагностей мы используем термоноскопию как текстовую, так и стриминговую. Более обследование пациента с помощью этого селья токумбрования, антика, компукарная мемоскопия, позитивная сионатомография и сроки реакции селья крови на тесто. при достаточном наборе убедительных данных пользу позитивной пациента кожи можно делать все по полному удалению элемента с пациент на пациент без исторической модификации это однозначно факт. и на самом случае мы являем нашу практику это и исходя из этого я предлагаю буквально перечень существующих методов лечения это может быть экцизи австракта как канонная так и широкая это радио ножа лазерного 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 лекарства меморроза лечения и Поэтому это причина мы не используем. Криолиструза может быть аппаратной аэрозомли и аппарат внутривающей головы. И общая терапия, использованные для фермо-альфа-б, в правильных кардиналках, в татрической терапии, которая предусматривает при местном применении препаратов. Это модификаторный молответер и кремод. И буквально на каждом из этих блоков я остановлюсь в прецизии. Может быть хорошо, это герогармонный. Вот на этом слайде представлены пациент, с индулярной формулированной раны, тоже в области, в скоромной области. И с последующим его удалением, если на этом слайде видно, выполнено широкое дно, операционная рана видно хорошо, то есть с подкожей жировой клетчатки. Поэтому здесь абсолютно можно быть уверен, что очаг полностью дает. Ушида нового образования, операционная рана и буквально через 2 недели после снятия швы. Практически вполне приемлемые, специалисты приемлемые рубецы. Следующее – это радиоволновое удаление. На наш взгляд это самое перспективное. Это удаление достаточно удобен для операющего врача, потому как он практически бескровный, что облегчает физиализацию операционной раны. И достаточно хорошо происходит заживление ран. Вечным движением, как правило, не бывает в этой группе. Это очень важный момент, особенно когда касается области лица. Вот этапы радиоволнового удаления. Базарная крепко-теречная рака кожи в области, правого, левого плечевого пояса. Широкое иссечение – это достаточно широкая операционная рана. Вот 10-сантиметровый послеоперационный рубец – шов. И после снятия шов. И также есть радиоволновое удаление непрецессионное. Тогда, когда эти элементы достаточно изучены при помощи термокископии, как скингерной, так и капитальной, экспертной, вот можно говорить о том, что этот пациент на… На этом пациенте, в общем-то, и построен основной докладкой, потому что все фотографии большей части сопровождают этот пациент. Пациент с диагнозом, конечно, множественный базарактерный страх кожи. У пациента 17 пищевых базарактерных рационалов. И практически все гемические формы в этого пациента имеются. Вот в области виска пигментного базарактерных рационала вырублено радиоволновое удаление с формированием абсолютно… без формирования открытой раны послеоперационной. И криодеструкция, которую мы предлагаем, есть какие-то варианты. Вот так криодеструкция, которую нам когда-то показывали, что он на палочке, тампон, так называемый камыш, да, и вот им можно проводить криодеструкцию. Категорически это запрещено делать, особенно в зоне лица, потому что степень давления, она будет сопровождаться промораживанием от ближайшей ткани. Поэтому на лице вот этим камышом проводить криодеструкцию крайне нежелательно, потому что процесс становится неуправляемым. Мы предлагаем аппаратную аэросорную криодеструкцию и внутриочеговую криодеструкцию, на что мы имеем патент на изобретение. Как выглядит аппаратная криодеструкция по помощи аппарата? Очень удобно в этом аппарате, в головке его, есть термодатчик. При совмещении двух потоков света видно фокус, где и на мониторе этого аппарата видно температуру. Для того, чтобы провести успешную криодеструкцию, не поднимая без кечения температуры в очаге криодеструкции минус 40 градусов. Если этого не было достигнут, то криод просто не наступит. Поэтому метод, который требует не просто визуализации, а и контроля, и проводить его при помощи других подручных средств, совсем целесообразно. Внутриочеговая криодеструкция, метод достаточно новый, мы получили патент буквально три месяца назад на этот метод. В чем заключается? Элемент, через который насквозь приходит игла. Игла со широкого сечения, как правило, это бифо. Игла используется. И вот как выглядит уже при соединении аппарата к магистралью, как выглядит очаг. Он промораживается. Вы можете путем нажатия клапана аппарата регулировать зону промораживания, не выходя, чтобы фрост не выходил на здоровую кожу. Четко по границе. Но при этом датчик аппарата для изменения температуры не может быть приближен к очагу криодеструкции. Поэтому мы предлагаем обыкновенный пирометр проводить контроль температуры. Вот здесь внизу видно температура минус 37. Здесь мы можем подтверждать, что да, крионный крост наступил. И, соответственно, тот эффект, который нам нужен будет, он достигнет. Итак, системная терапия. Мы применяем препараты из группы интерферомов альфа-2b на комбинатах. И так много препаратов, которые разрешены или рекомендуемы к применению в лечении базарной клеточной рога кожи. Вот перечень тех препаратов, которые существуют сегодня на нашем олимпе. Но я хочу обратить внимание, что при применении этих препаратов в виде подкожных внутримышленных инъекций, то, что проговорено в инструкции, а ее желательно читать в инструкцию. И есть один препарат, который разрешено вводить внутри очагов, то есть непосредственно в зону базарной клеточной рога. Там есть свои тонкости, на них сейчас восстановлюсь. Мы в своей практике, в своей клинике используем интерферон альфа-2b рекомбинанты, который носит название Laferobion. Достаточно хорошо приносит пациенту, вот того постгриппозного или гриппоподобного состояния пациенты не отмечают. При других интерферонах это бывает выражено и выражено на тимбратуре 40 градусов. Пациенты, как правило, возрастные и не всегда комфортно могут приносить такие высокие тимбратуры. Итак, топическая терапия. Топическая терапия заключается в том, что вокруг очага базарной клеточного рака непосредственно не в сам очаг, а вот вокруг очага, а вот здесь достаточно хорошо. Видно, в парковной методиках проходит инфильтрация тканей в малом разведении на 3 миллиона 1 миллилитров из раствора. И позже от очага приносится. Я скажу, что после двух индекций очаг при дерматоскопии узнать невозможно. То есть от первичного очага достаточно отличается. Ну, создается максимальная концентрация у нас ткани. А мы знаем, что базарной клеточный рак нужен в достаточно локальное явление. Это нельзя сказать, что это добротальство. Да, это злокачественная патриарная клеточка. Но из всех раков имеет более доброкачественное течение. Рак, который не дает недостаток. В литературе описано 0,02% случаев недостатка. То есть практически они не встречаются. И вот введение интерферона альфа-2b рекомбинанта в виде блафропиона внутри очагула. При площади поражения до 2 сантиметра курсовая доза 13,5 миллионов. Принократно неделю 3 миллиона разовая индекция. При площади поражения от 2 до 10 сантиметров курсовая доза составляет 45 миллионов. 3 миллиона 3 раза в неделю. И при площади поражения свыше 10 сантиметров курсовая доза может составлять 90 и более миллионов. что касательно блафропиона непосредственно. Достаточно эффективный препарат оказывает антиплюзеративные действия на клетке. Это основной механизм, почему мы его используем. Ну и, как бы сказать, что препарат совершенно хорошо принесли. Это очень важно для осуществления той терапии, которую мы спланировали. Топическая терапия модификатора иммунного ответа это имики мод. Вот пациент, который без операционного лечения получил терапию. Очаг, прошу прощения. Очаг до и очаг после лечения. Через 8 недель после лечения. С формированием норматрофического рубца. И в качестве иллюстрации я хочу показать вот этого пациента, которому я в начале доклада сказал. Это житель Горловки, 37-го года рождения. В прошлом работал 37 лет с шахтером. Мы пытались изучить его анануне, что могло привести к формированию первичного множества на базарах. Возможно, он электромонтер. Возможно, речь и шла о постоянном контакте с масками, которая достаточно агрессивна. Возможно, это было пусковым моментом. Этот пациент получил лечение. Он был обследован достаточно. И получил лечение в виде эксизы широкого и радиоволнового удаления, интерфероны, криводеструкцию, аэрозорную и аппаратную. Пациент на сегодняшний день находится в процессе лечения, поэтому не все иллюстрации, я могу сказать, что завершены. И вот пациент, который имел очаги базарного контакте саларака, первый послеоперационный рубец его, и потом два элемента были удалены. В общем-то, практически с трудом послеоперационной рубцы в зоне носогубной складки и нижней губы было выполнено эксизе радиоволновое, ушито все. И, в общем-то, если посмотреть на симметрию складок носогубных, то она не нарушена. Это достаточно космологически приемлемо. Вчера буквально пациент был прооперирован последнее. Отчаг базарно-клеточный карцинон на внутренней поверхности правого бедра. Вот. Вот. И, хочется сказать, что при всех случаях удаления базарно-клеточных, 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 драматологическое исследование с верификацией диагнозов. И, на сегодняшний день, наша клиника проводит много химических исследований как подтверждение этого диагноза. Пациенты находятся на диспансерном учете. В данном центре мы передаем единый канцерегистер области. Говорить о том, что у нас нет понимания с онкологами, я не могу, потому что абсолютно нормальная ситуация, когда врачи-драматологи занимаются диагностикой. Наша цель – найти меланому и отправить в лечение. Наша цель – найти диспансический нервус на стадии, когда еще не произошла инвазия 3-4 стадии, 5-5%. В общем-то, ну, вечно будет иметь благоприятный прокурс для жизни и для лечения. Спасибо большое за внимание.